И в этом часе у нас в гостях директор Института опережающих исследований Юрий Грамык. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, Юн. Ну, традиционная у нас с вами тема, проблематика развития в самой широкой постановке этого вопроса. Но сегодня я хотел бы поговорить о теме образования, потому что глубоко убежден, что образование это единственный стратегический, может быть, подлинный ресурс. Для процесса роста и развития можно как-то ключевую проблему зафиксировать нашего образования? На мой взгляд, ключевая проблема образования сегодня – это неостановимое резкое падение качества образования, которое, сразу скажу, не сводится к ЕГЭ, потому что все как бы страсти напряжены вокруг ЕГЭ. И второй момент – это профессиональная востребованность нашей подготавливаемой интеллектуальной молодежи, что тоже связано с качеством образования. По целому ряду опросов родители говорят, что они сегодня от школы ждут, чтобы ребенок был нормально социализирован, чтобы он понимал, в какой стране он будет жить, что он в этой стране будет нужен, и что он сможет здесь реализоваться и суметь вообще получить признание. И, на мой взгляд, это один из важнейших вопросов, потому что, с моей точки зрения, качество образования, несмотря на самые разнообразные, казалось бы, усилия, неостановимо падает. И, с моей точки зрения, это одна из важнейших проблем, потому что деинтеллектуализация страны, она на порядок страшнее, чем деиндустриализация, которая развернулась. И второй момент – я вот согласен с такой фразой, которая состоит в следующем, что безопасность страны определяется воспроизводством национальной гениальности. С этой точки зрения образования – это как раз и есть основа воспроизводства национальной гениальности. То, что я напомню очень интересно, у меня в свое время поразивший парадокс, который сформулировал Александр Александрович Зиновьев, когда он сказал, если, говорит, сравнить единичного русского с единичным немцем. Ну, я не хочу обижать немцев, я в этой стране живу. Понятно, мы не имеем этого в виду. Да, я встречал с ним как раз в Германии, он говорит, то русские – это гений, а немец – идиот. А вот если взять и сравнить в целом русский народ и немецкий народ, то выводы могут быть прямо противоположные. И, собственно, это и есть вопрос инфраструктурных парадоксов, которые как раз и определяются качеством образования, как некоторого вообще сложного инфраструктурного решения. С моей точки зрения я глубочайшим образом убежден, что нам необходима программа «Общенародная национальная школа будущего», которая должна внутри себя снять советскую школу, которая, я считаю, являлась лучшим в тот период при определенных ограничениях изучения языка, догматичности общественных наук. Но в свое время я был поражен, когда, участвуя в дискуссиях еще в 90-х с представителями Велдбэнка, в частности, представитель по Восточной Европе, он меня отозвал в коридор за Лацкан, подергал и сказал, «Юрий, а вы что считаете, что страна, которая проиграла в холодной войне, у нее лучше образование, чем в стране, которая выиграла?» И с этой точки зрения решение Велдбэнка, связанное с введением ЕГЭ, поскольку это проталкивалось именно ЕГЭ, для меня в том числе имеет, конечно, безусловно, и геополитический разворот. Но здесь же еще важен подход к образованию. Ведь многие мои ровесники по окончании школы шли в вузы просто за дипломом. Их мало интересовало качество образования. И вообще само образование, которое они получают. Да, это тоже очень понятная вещь. Это в том числе иждивенческое отношение к образованию со стороны значительных контингентов, и тоже боязнь перед социализацией. Но, с моей точки зрения, тут есть еще один важнейший разрыв. Ведь на самом деле вопрос о том, что человек, который получил хорошее образование, он востребован, это в том числе разговор на едином языке системы образования и корпорации. Это язык новых профессий. Потому что происходит трансформация изменения профессий. И если, условно говоря, в части высших образовательных учреждений образование просто сводится к пересказу учебников, ну, скажем, мы возьмем такие области, как обучение управленцу. То есть человек должен приобрести умения, навыки, способности, компетенции осуществлять управленческие действия. Одна из ключевых проблем, между прочим, наших. Я считаю, что дело не в том, что там у нас просто так с экономикой не в порядке. У нас не хватает управляющих, тех, кто может решать проблемы на самом деле. Я с вами абсолютно согласен. И более того, я считаю, что вот те, ну, такие осторожные заявления правительства, что, возможно, Роснано и Сколково как-то там сольются, кратят или изменят, они как раз означают для меня рубеж, где мы, собственно, переходим от понимания того, что замыкающей высшей формой решений является не экономика и не финансы, а именно управленческие проблемы. Но так вот продолжим. Для того, чтобы обучать управленцев, мало пересказывать учебники по управлению, которые устаревают. То есть человек должен быть включён в решение каких-то практических задач. Я возьму другой вопрос, на мой взгляд, ещё более кардинальный. Это вопрос подготовки генеральных конструкторов. У нас благодаря усилиям Владимира Владимировича заявлено, что мы восстанавливаем. Они называются у нас главные, не так, как в Советском Союзе генеральные. Но совершенно понятно, что, на мой взгляд, генерального конструктора нужно готовить, начиная с восьмого класса школы, а может быть, даже раньше. То есть он должен пройти через систему кружков, он должен быть включён в работу сложных, как сегодня говорится, полидисциплинарных коллективов, потому что генеральный конструктор – это человек, который способен говорить на десятках разных профессиональных языков. Он ответственен за сборку, да? Он ответственен за сборку, за общее решение. И вот, в частности, в Ростехе уже стали говорить, мы обсуждали эту проблему, они говорят, ну да, мы понимаем, что возраст генеральных конструкторов 75-80 лет, дальше этот человек выбывает и происходит обесценивание актива. То, что он один понимал, для чего это всё сложено в такую конфигурацию. Но есть ещё и следующая важнейшая сторона, она опять связана с образованием, потому что мы можем вырастить такую удивительную интеллектуальную, сверхспособную личность, но дальше эта личность просто переедет в Штаты со всем набором секретов, что уже происходило. И Зворыкинские телевидения, вертолёты Сикорского будут формироваться и развиваться в другой стране, что, безусловно, наносит огромный ущерб с точки зрения решений нашей стране. А можно вопрос? Давай. Что касается самообразования, у нас почему-то это совершенно не выработано. Человек, который заканчивает вуз, он в дальнейшем не интересуется своей специальностью, своей профессией. Ну, вы опять тоже в самую точку попадаете. Хотя тут, понимаете, сейчас уже начинается очень интересный процесс. Родители потихоньку начинают понимать, что со школой что-то происходит не то, ну, то есть они видят как. Ну, в начальной школе ещё как-то что-то. Потом, начиная с третьего класса, возникает резкая нелюбовь к школе. На подростковый период у массы людей приходит ненависть даже, ну, у детей. И поэтому родители всеми силами начинают что-то делать, ну, что они понимают, в области доп. образования. Причём самые разные вещи. От игры ГО, которые формируют стратегическое мышление, до всяких разных суперязыков и всего. Но момент, конечно, ключевой, про который говорить, с какой точки зрения. Потому что вообще начальная школа, с точки зрения моего учителя в области образования, Василия Чудовыдова, она должна была... Основное сделать – это научить человеку учиться. И вообще понять, что такое вообще учебная деятельность, как она устроена. Если у человека сформирована учебная деятельность, у него существует учебная мотивация, которая сегодня очень редка. Более того, я даже такую парадоксальную вещь скажу. Вот если сравнить китайскую школу и российскую, то в российской школе практически вы уже не найдёте класса, даже в самых лучших школах, там, 57-й, в которые все стремятся, где бы в течение хотя бы 20 минут удерживалось общее внимание класса. Если вы придёте в китайскую школу, то там 40 минут напряжённое и устойчивое внимание. Это, на мой взгляд, тоже одна из важнейших проблем. Потому что если человек собирается заниматься интеллектуальной деятельностью, он должен обладать способностью концентрированного, неотрывного внимания на определённых вопросах. И это в том числе связано с потребностью в самообразовании и в образовательной мотивации. То есть человек, если он научился учиться, он оказывается способен ставить перед самим собой учебные задачи. Это, с моей точки зрения, вещь. Она сейчас абсолютно вытеснена и просто формируется исключительно в каких-то отдельных образовательных коллективах, которые понимают эту проблему, этот вопрос. Но есть ещё одна очень важная проблема. Это вот это встраивание наше в Болонский процесс, которое, на мой взгляд, привело к падению и снижению качества образования, приводит сегодня к тому, что, скажем, профессор Мюнстонского университета Карл Хан формулировал про немецкую школу. Потому что сам он заканчивал, ну, пожилой человек, немецкую гимназию. И он сказал, что происходит парадоксальная вещь, что если раньше человек, который попадает в университет, то ты знаешь, каким багажом знаний в целом обладает эта возрастная когорта. То сегодня вполне неудивительно, если когда ты спросишь в аудитории, вы знаете, кто такой Гёте, то человек поднимет руку, скажет, конечно, знаю, это название парикмахерской на соседней улице. И в этом не будет ничего удивительного. То есть слом вот этого общего поля и фона, того, что люди могут, понимают, знают, чего хотят, является тоже важнейшей проблемой разлома образования как инфраструктуры. Вернусь на шаг назад. Мне кажется, что вы затронули там очень важную проблематику, когда вы рассказывали про общение с World Bank, с Мировым банком, по поводу системы образования. Ну, во-первых, важна позиция, которую вам они продемонстрировали. Но вы же проиграли в Холодной войне. Поэтому давайте подчинитесь и разберём на запчасти вашу систему образования. Ключевая позиция по всем отраслям. Потому что в тот момент, когда они присвоили себе звание победителя, то в отношении нас начали реализовывать старый римский принцип «горе побеждённым». Кстати, мы себя побеждёнными никогда не признавали. И вообще вся история вокруг 1991 года, мы-то думали, что мы заключаем мир на условиях ничьей, и что, в принципе, стороны отказываются от цели уничтожения друг друга. Но потом выяснилось, что мы, оказывается, с их точки зрения побеждённые, и никто не отказался от цели нас уничтожить. Я почему это проговариваю? Мне кажется, это ключевой момент по отношению к системе образования. И вот вы сказали, падает уровень интеллектуализации. Очень сильно падает, и это основной базовый процесс. Мне кажется, это опять же не случайным. Ведь мы же хорошо понимаем, что одной из причин проблем Советского Союза было в том числе и образование. В каком смысле? Советская система давала очень качественное массовое образование. В принципе, для всех очень высокий уровень. Средний уровень был очень высокий. Ни в одной стране мира такого не было. И, в принципе, наша страна и наше государство не смогло справиться с тем, чтобы в хорошем смысле утилизировать такое количество высокообразованных людей. И я думаю, что многие это понимают. И поэтому деинтеллектуализация в этом смысле – это государственная задача. В том смысле, что обеспечить стабильность нужно за счёт того, что общего высокого уровня не надо. Нужен большой разрыв между, грубо говоря, элитой и массовым средним уровнем. Тенденция налицо. Можно ей что-то противопоставить? Очень интересный вопрос. И тоже абсолютно правильный. Потому что с точки зрения социологов образования, действительно, российское образование превращается в кастовую стратовую систему, где доступ в определённые привилегированные учебные заведения, особенно с транзитом потом на Запад, что тоже является бедой, на мой взгляд, нашей элиты, потому что в какой-то момент возникает раздвоенность в сознании, человек плохо начинает понимать, где его тело, где его кошелёк, где его голова, что осуществляется как раз за счёт детей. И где вопрос национализации офшоров, он, на мой взгляд, прежде всего с точки зрения проблемы суверенности российской политики, должен быть связан с суверенизацией и национализацией вообще интеллектуальных элит. Но дальше есть один очень, на мой взгляд, важный момент. Этот вопрос, на мой взгляд, действительно важнейший центральный, а именно образование как условие подлинной российской политической и государственной суверенности, в том числе переходит в вопрос заказа. Потому что очень многие обсуждают заказ на образование, востребованность. Но с моей точки зрения уже становится понятно, что, в общем-то, заказ в какой-то мере, он не сформулирован, но он начинает очень чётко вырисовываться. Почему? Потому что Россия просто не сможет существовать без поддержания, воспроизводства и наращивания качества инфраструктур. Мы это немножко, проблему инфраструктур обсуждали в прошлый раз. Это энергетика, транспорт, связь, телекоммуникации, водные ресурсы, земля, которая сегодня в огромной мере бесхозна. И что становится понятно? Удержание этой территории для того, чтобы просто эта территория состоялась, чтобы всё не превратилось в Гонконг и Москву и обезлюдившие огромные пустующие зоны, которые просто невольно являются притяжением для людей, которые загнаны на клочки земли за границами России. Для этого должен работать современный тип инфраструктур. Современный тип инфраструктур, постсоветский, это высочайший уровень сегодня инженерного образования, это так называемые умные инфраструктуры, которые все телекоммуникатизированы, которые работают с множеством приборов и так далее. Поэтому, на мой взгляд, заказ на достаточно высокий уровень интеллектуальных групп, он надвигается и уже придвинулся. То есть, это будет чуть другое смещение, потому что есть тоже точка зрения, что один из важнейших типов заказа на советское образование был ВПК. Поэтому была массовая подготовка инженеров, расчётные задачи в основном такого определённого типа в средней школе. И все говорят, ну как, вы к чему будете толкать заказ? К тому, чтобы мы опять милитаризовывались и ощетинивались? На мой взгляд, совершенно нет. Есть совершенно другая линия, это действительно состояние инфраструктур, которое, на мой взгляд, ужасно сегодня и безобразно. Поэтому у нас сверхдорогое строительство, потому что оно осуществляется неинфраструктурно. То есть, каждый должен становиться немножко сантехником, немножко специалистом по строительным материалам. Поэтому у нас завышена стоимость жилья в разы. Поэтому у нас проблема с ипотекой, и я подслушал то, что вы обсуждали в предыдущей передаче. Но с этой точки зрения, на мой взгляд, если правящая элита не осознает, что на самом деле может быть сформулирован очень чёткий и очень важный заказ для образования, то мы перейдём в очень нехорошую, на мой взгляд, ситуацию. А именно, возникают группы людей, которые не социализированы, с низким интеллектуальным уровнем, которые способны на любого типа противостояния, бессмысленные бунты. Речь даже идёт не о каких-то политических выступлениях, а просто о хаотизации значительных вообще групп населения, у которых нет принципов, у которых нет понимания, зачем они живут. И поскольку одна из ключевых опять проблем образования – это отсутствие системы воспитания в школе, вот эта тема тоже является одной из австрийших, потому что здесь есть вопрос, а в какой форме... Ну, Юра, ну извините, я вас просто... Какое может быть воспитание, если у вас базовой идеологией образования является то, что вы должны услуги оказывать? А можно я зачитаю свои сообщения? Можно оказать услуги по воспитанию? Думаю, нет. Думаю, услуги по социализации окажешь, но тут какая беда. Общество так быстро меняется, что ты адаптируешь человека к каким-то социальным институтам, а они через два года или через год меняются, и человек, адаптированный к чему-то в прошлом, оказывается инвалидом с точки зрения будущего. Вот нам женщина написала, классный руководитель говорит ученикам, мне за одного ученика платят 40 рублей, детьми не занимаются, школе дети не нужны. Ну, это такой посыл общего типа, он мало чего даёт для анализа. Но есть другие учителя, которые занимаются. Мы можем провести социологическое исследование, какого типа учителей больше. Но, в принципе, нам это мало что даст, потому что ведь для того, чтобы что-то изменить, нужен новый системный проект, я так понимаю нашего гостя, что мы ведь не ответили на вопрос о том, как должна быть устроена вся система, какое там должно быть содержание и какая форма преподавания. То есть отвечать надо параллельно сразу на два вопроса. И о содержании, и о том, как мы это будем передавать. Вот ни одного, ни другого ответа у нас нет. Юра, почему? Ну, то есть, что, неужели вот никто не задаётся таким вопросом? Это же, ну, очевидная вещь. Куда мы это всё дели? Мы же спроектировали советскую систему с нуля, в общем-то, да, опираясь на достижения российской классической школы образования, немецкой школы. Всё это мы смогли в 20-30-е годы втянуть, побороть педологию, кстати, которая теперь пытается восстановиться. Удивительно. Вот мы смогли это. А почему сейчас? Ну, что мешает? С моей точки зрения, три ключевых пункта. Значит, первый есть пункт, ну, вот он связан с той геополитической раскладкой, потому что, на мой взгляд, невольно часть руководителей образования, они приняли эту точку зрения, что какие-то новые, более лучшие подходы к образованию, они, так сказать, находятся на Западе. Ну, и действительно, можно найти какие-то островки совершенно удивительного образования, частного или высшего, потому что высшее образование, я считаю, всё-таки было лучше, чем в Советском Союзе на Западе. И это действительно так. Другое дело, как показывает ряд исследователей, что высшее образование, например, Гарвард, это выявилось в течение Occupy Гарвард, оно напрямую связано с финансовыми спекуляциями, потому что Гарвард зарабатывает в том числе на спекуляции с землёй в ЮАР. Поэтому это всё, так сказать, единый, очень хитро сложенный спрут. Даже и замечательный, и есть у меня приятели, знакомые, МТА. И с этой точки зрения произошёл невольный отказ от выстраивания университета следующего поколения, русского университета следующего поколения, и постановки вопроса о том, в чём заключается траектория развития постсоветской школы, впитавшей в себя всё лучшее в советской школе. Это первый момент. Второй момент – это удавливание образования поверхностным бессмысленным экономизмом. То есть попытка соблазнить директоров школ тем, что они должны стать финансовыми менеджерами. Я смотрю на то, что уважаемый Исаак Иосифович сделал в Москве колена с московским образованием, но, на мой взгляд, это одновременно бессмысленно и страшно. Почему? Потому что созданы огромные бунтустаны, то есть до этого, и это, на мой взгляд, в общем-то, определённая заслуга Любови Петровны Кезиной, где идея заключалась, что образование должно работать с разными контингентами детей. И действительно… И, соответственно, по-разному. И совершенно по-разному. Это разные педагогические системы. Теперь происходит следующее. Под шумок утверждается, ну как, ну, например, специалисту по предметнику-историку или предметнику-физику, им должно быть более комфортно в огромной школе, в таком огромном цеховом поточном предприятии. Наверху находится финансовый менеджер. Но, честно говоря, поскольку я работал с ГИДРОГК и с другими корпорациями, мне что-то вот это очень сильно напоминает. То есть человеку в образовании может показаться, что это какая-то невероятно новая перспектива, но, на мой взгляд, это запоздалая отрыжка того развала российских корпораций, прежде всего инженерных, которые было перенесено на образование. И здесь заодно вводится такой момент, ну, надо как-то зарабатывать, ориентироваться на деньги, что, на мой взгляд, конечно, с этой точки зрения, это ленинская фраза, которая у всех на слуху, что учитель в обществе должен быть поставлен на такую высоту, на которой он нигде не стоял, но без идеи служения, без идеи учительского служения, без понимания того, что учитель – это в какой-то мере то же самое, что военнослужащий, то, что он выполняет важнейшую задачу, ничего не получится. Это, так сказать, на мой взгляд, вторая подмена. И третья подмена – это разрушение научных школ российских, образовательных, педагогических, и попытка отдать приоритеты здесь западной науке, которая вообще неприложима, на мой взгляд, к российскому образованию. – Да, интересный момент, вот все говорят, что самое лучшее взять. Я в какой-то момент в своей жизни с любопытством узнал, что, например, британская система госуправления, там принято считать министры, да, вот они избираются. Ну, вот знаете, дорогие друзья, интересная вещь. Министры избираются, в смысле, в политической борьбе, да, кто получает там большинство, потом формирует кабинет министров. Но вы знаете, что, например, основным институтом управления чиновничьего в Британии является такой институт, как постоянный заместитель министра, которого никто никуда не избирает. Могут поменяться кабинеты министра 5-10 раз, а постоянным заместителем будет один и тот же человек. И второе, что меня поразило – где готовятся такие люди? Вот на самом деле они готовятся не в экономических школах, не в финансовых институтах. А есть буквально пару колледжей в Оксфорде и Кембридже, в которые дается общее гуманитарное философско-историческое образование. Начинают они учиться с глубокого изучения древнегреческого и латыни. Вот такой интересный опыт. А мы, кстати, с этим конкурировали на уровне высшей партийной школы. Вот и результат. Сейчас новости, потом продолжим. Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян. 9.34 в Москве. Мы продолжаем нашу программу. 553-300-8903-170-63-63. Еще успеете задать свои вопросы, а мы их озвучите. Ну вот, между прочим, очень же показательно, да, как наша жизнь устроена. Люди удивляются, вопросы всякие удивленные пишут. Вот мы обсуждаем достаточно серьезно, на достаточно серьезном уровне проблемы образования. Рядом идут новости про козла Тимура и тигра Амура. Вот я себя, например, ощущаю персонажем известного фильма про то, как на радио там все устроено. Мы, конечно, переживаем, очень сильно переживаем за редких животных, в том числе за тигра и козла. А можно вот маленькую реплику ставить? Вот ты говоришь, что мы переживаем, иронизируешь на эту тему, а ведь, посмотри, в WhatsApp огромное количество вопросов. Вот вы в новостях, мне кажется, не все сказали, пишет человек про судьбу козла и тигра. И вернется ли козел к тигру? Ну вот это и есть ключевая проблема нашего образования в определенном разрезе этого. Но к серьезному вернемся, Юра. Вот вопрос задают люди точно вашей позиции навеянной. Может, учитель будет давать присягу, как военный, потому что вы же сказали об идее служения, которая должна лежать в основании учительской профессии. Ну, мне кажется, вопрос правильный, но значительно более серьезный, потому что мы живем сегодня в обществе с очень большим, я бы сказал, таким перформансным элементом, то есть в обществе спектакля, где могут произойти совершенно удивительные вещи, что человек будет давать присягу, но думать про совершенно другое. И тут значительно более важен вопрос, который Дмитрий задал, как вообще осуществлять процесс воспитания в сегодняшней школе, если образование превращается в систему услуг. И тут есть несколько уже подходов намечающихся, потому что есть достаточно такой жесткий подход госпожи Яровой, которая говорит, что нужно начинать, я бы так это назвал, жесточайшую эндоктринацию, которая, на мой взгляд, с моей точки зрения, может привести к очень негативным результатам. Потому что, с моей точки зрения, мы живем в очень проблемном мире, в очень сложном мире, и воспитывать ребенка можно, если совершенно искренне, без лжи, ставить перед ним проблемы, которые понятны учителю, и вместе обсуждать, как эти проблемы могут быть разрешены. Вот этого как раз момента очень сильно в школе не хватает, потому что целый ряд вопросов, они действительно не ясны, и поэтому если их просто замазать сегодня коркой индоктринации, то может произойти очень негативный результат. Но это требует вообще современных подходов к воспитанию, потому что, несмотря на то, что... Вот здесь подискутируем, извините, что я... Да нет, наоборот. Вот понимаете, но вы же, опять же, я-то знаю, что вы это прекрасно понимаете, но я хочу, чтобы мы решение обсудили. Но ведь все же определяется целями, правильно? Конечно, конечно. И понятно, что мир проблемный, но здесь же без эндокринации тоже не обойтись. Мы ищем решение проблемы, чтобы что? Чтобы для чего? И вот здесь возникает пространство индоктринации, идеологизации, как хотите, без которого тоже нельзя. Поэтому мне кажется, что нужно как минимум в двух слоях двигаться. То есть пространство, в котором, возможно, постановка цели адекватная, тут ты никуда не денешься без идеологического элемента. Нет, идеологический элемент необходим, и, безусловно, это и есть там самый сложный факт, к которому я и хотел перейти. То есть учитель должен демонстрировать образец самоопределения, с которым ты можешь соглашаться, не соглашаться, дальше обсудить с родителями, как это бывало в том числе и в советской школе. Хотя там был, конечно, элемент, на мой взгляд, вдалбливания. Да. Я-то просто про то, что, обсуждая одну из острейших проблем советской школы, мы можем сделать шаг худший по сравнению с советской школой. То есть мы можем вернуться к варианту индоктринации значительно более тупому, чем был в советской школе. Потому что, по крайней мере, индоктринация в советской школе, она была основана на определенном идеологическом институте, да, там, ЦК КПСС, который работал, там, господине Суслове и так далее. Сегодня этого института нет, потому что вообще постановка вообще ведения идеологии, идеологии общества, она запрещена, как мы знаем, 13-й статьёю Конституции. Обязательная, обязательная идеология. Да, обязательная идеология. Обязательная идеология запрещена 13-й статьёю Конституции. Сегодня всем понятно, что эта 13-я статья Шахрайской Конституции появилась на то, чтобы отменить монополию КПСС. И с этой точки зрения вопрос о целях страны и вообще развития страны, он становится важнейшим. И поэтому вообще-то вот учителя, когда с ними начинаешь этот разговор, я вот просто вспоминаю Пензенский форум Народного фронта, я эти вопросы там поднимал, они все начинают тут же говорить, что государство должно вернуться в школу с миссией образования. И здесь начинается действительно очень сложность. Это учительское сообщество. Учительское сообщество. Учительское сообщество говорит, что пора, чтобы государство вернулось в школу со своей миссией, потому что сегодня школа, как раз в предоставленной сфере услуг, находится без руля и без витрил. Но важнейший вопрос, который вы тоже ставите, потому что если вопрос о целях, если вопрос о самоопределении, о демонстрации этого самоопределения, то мы сразу переходим к вопросу, как готовить учителя. Потому что вопрос педобразования, на мой взгляд, самый острый и самый принципиальный. То есть вопрос выбора учительской профессии, вопрос учительства как служения, ну и, конечно, подготовки. Потому что сегодняшний тип подготовки, который так и не решен, все-таки что из себя должен представлять учитель? Это, так сказать, немножко методист-предметник, который поднаторел в методиках, обычно методики ещё советской школы. Какой-то имеющий небольшой курс по психологии, ну и как бы вне совсем поля каких-то идеологических, мировоззренческих решений. То есть, конечно, такой человек, который приходит, скажем, в сложную московскую школу, где ещё есть прибывшие мигранты, он просто оказывается полностью вообще сбит с толку, обезоружен. И основное, что он начинает думать, а зачем я вообще сюда пришёл, если он в такой ситуации оказывается. Понимаешь, поэтому проблема современного педагогического образования в России – это один из самых острых вопросов. С моей точки зрения, образцов педагогических университетов, которые бы отвечали на эти вызовы, их не существует, они не представлены. И здесь возникает действительно огромная-огромная проблема. С другой стороны, ряд решений, они совершенно понятны. Почему? Потому что понятно, что для того, чтобы учитель был не просто представителем массовой профессии, который повторяет усвоенные когда-то методички, а мог бы работать с ребёнком, то есть, мог бы понимать, какую учебную задачу может ставить ребёнок, в какой он ситуации, с какой он семьи, он должен владеть комплексом решений в дидактике, методике и психологической диагностике. Но это совершенно, на мой взгляд, сегодня элитарная образовательно-педагогическая программа, где в современных педвузах этому не учат. Поэтому в своё время это делалось в отдельных инновационных школах, где действительно собирались и научные коллективы, и эти вопросы решались. То есть, становилось понятно, что для того, чтобы сформировать учебную программу, учитель должен ответить на цели данного курса, рассмотреть вопрос, как должно быть устроено содержание, получить экспертизу этого содержания. Дальше должна быть предложена методика, потому что просто словами это рассказать, но ты не подействуешь на детей, ты их не включишь в учебную работу, но и дальше надо диагностировать результат, а, собственно, что получилось. Причём результат должен диагностироваться не по тем характеристикам предметным, которые ты заложил, а нужно смотреть, что у человека произошло с пониманием, с мышлением, с возможностью брать на себя инициативу, самоопределяться. И это, на мой взгляд, сложнейший передний край гуманитарного знания, где, ну, я знаю целый ряд по миру... То, что вы описываете, Юра, то, что вы описываете, это сложная технологическая деятельность, да? То есть, в принципе, учитель должен стать оператором и организатором такой сложной технологической деятельности. Это значит, он должен быть сам, как бы, оверквалифайд, да, то есть... Сверхквалифицирован. Это значит, что затраты на подготовку такого учителя должны быть очень большими, и зарплата должна быть большая для такого учителя. Возможно ли это всё реализовать в массовом характере? Или хотя бы нам бы, может быть, вместо высшей партийной школы хотя бы в элитарном порядке это реализовать? Что делать, да? Потому что передний край понятен. Кстати, вот мне что нравится в обозначении этого переднего края, это не только наш передний край, до которого мы не подошли, это передний край в целом мировой проблематики в системе образования. Если найдём способ, как прорваться, выиграем стратегически у всех остальных, потому что они тоже, насколько я понимаю, не знают этого способа. Но, с другой стороны, что можно сказать, что, например, «Школа будущего», то есть та программа, которую, в частности, мой коллектив в своё время заявлял в Москве, она резко нашла отклик, например, в Китае. Я в прошлом году был на конференции, где Китай уже собирал мировую международную конференцию «Школы будущего», где я, например, увидел вещи, ну, и удивительные в хорошем смысле, потому что они сразу стали выходить на идею функционализации пространства. То есть они считают, что ребёнка в школе нужно научить работать в пяти-шести разных пространствах. То есть учебное пространство, лекционное, где профессор с кафедры что-то говорит, это одно пространство, исследовательское пространство совершенно другое, пространство презентации театра – это третье. Мы уходим на новости. «Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян. 9 часов 48 минут в Москве. Мы продолжаем нашу программу. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях директора Института опережающих исследований Юрий Громыко, 5.5.3.3.Вести. Ещё успеете задать свои вопросы. Ну вот интересный вопрос, ты зачитала его, слушатель спрашивает. Интересно, слышит ли вас сейчас министр образования? Не знаю, слышит или не слышит министр образования. Меня больше другое беспокоит, что я не слышу министра образования. Вот я хотел бы услышать министра образования. Какая у него концепция развития образования? Вот он лично каких взглядов придерживается? Ну хотя бы там на 30% от того общего поля, которое Юрий Громыко здесь обсуждает. Ну не надо уж так вот широко. Но можно вот там принципиально изложить? Кстати, про Болонскую систему и ЕГЭ я знаю. Это можно не повторять. А вот хотелось бы о том, какие проблемы видит министр образования. Проблемы. То есть те ситуации, для которых он не имеет решения. Вот это называется. Хотелось бы услышать. Как работает министерство над формированием нового содержания образования? Хотелось бы услышать. Поэтому меня, честно скажу, не волнует, слышит ли нас сейчас с Юрием Вячеславовичем министра образования. А больше меня волнует, что ни я, ни страна, в принципе, самого министра не слышит, что он по этому поводу думает. Вот это гораздо важнее. Но бог с ним. Вернемся к обсуждению. Итак, вот есть эта граница требований к современности. Вы ее описали. Есть у нас шанс туда прорваться и таким образом получить ресурс, опережающий этого самого развития? Или это так вот все бла-бла? Наши с вами хотелки останутся? С моей точки зрения, у нас, безусловно, есть ресурс туда прорваться. И это требует одновременно, ну, вы уже фактически этот пункт и стали задавать, системных ходов и системных решений. Потому что, на мой взгляд, у нас существует очень неплохая инновационная система образования, где, вопреки всему ЕГЭ, Болонскому процессу, люди стремились и создавали современные технологии в соответствии с Давыдовским подходом, с подходом, там, Георгия Петровича Щедоровицкого, и это делалось на мировом уровне, и существует международная мировая сеть. Потому что, например, те люди, которые считают книжку Василия Васильевича Давыдова, виды обобщения в обучении, вообще задающие фронтир образования, они образуют целую сеть. Но для того, чтобы это решать в России, первый момент, необходима организация специальной каскадной инновации этих инновационных центров, где, в том числе, на основании этой организации каскадных инноваций, переобучение педагогов, где должен быть решен вопрос с оплатой учителей совершенно, на мой взгляд, другим образом. Те учителя, которые включены в создание инновационных технологий и способны обучать других учителей, они должны получать другую зарплату. Это требует специальной системы мира, специальной программы. Есть следующий момент. Вот если мы сегодня посмотрим на то, что происходит в малых городах, там вот возьмем, скажем, Шарью или где-то, где в связи с финансовым кризисом просто происходит схлопывание вообще социального пространства, то фактически школа и учитель, они являются важнейшей функцией вообще воспроизводства социальной жизни. Должна быть, на мой взгляд, программа образования как средство развития общественных систем, социальных общественных систем, где за школой закреплен целый ряд важнейших функций, связанных с включением детей в будущем, профориентации в целый ряд важнейших деятельностей в этих городах. Наконец, должно быть действительно совершенно определенное требование к структуре современного педагогического вуза, я бы сказал, среднего массового уровня. Но задать эти требования невозможно, если в том числе не иметь элитарные вузы. Потому что без этого мы сразу теряем фронт и край, и возникают мысли, а почему бы что-то там хаотично, кусочно не перенять из Великобритании или еще откуда-то. Причем, так сказать, продукты не первой свежести. Третий, еще четвертый вопрос. У нас, с моей точки зрения, отсутствует современная диагностика развития образования, которая должна быть построена совершенно иначе, нежели ПИЗа. Ведь это вообще скандал, что, на мой взгляд, что мы оцениваем... Что вообще радиослушатели не поймут? Совершенно иначе, чем что? Чем ПИЗа? Это специальная система оценки и диагностики развития детей, которая была вообще предложена исходно финнами. Но с моей точки зрения, я такую могу сказать вообще, может быть, для многих крамольную вещь, что дети российские, они понимают по-другому, мыслят по-другому. И вообще надо строить... То есть, нужны сопоставительные педагогические исследования, отнюдь не против этого, но для диагностики интеллектуального роста и развития наших детей должна быть национальная система диагностики развития. Не западный образец. То есть, мы начинаем не с сопоставления... Ну, там, например, простой пример приведу. Там огромное засилье анализа того, как дети понимают тексты своих сверстников. Ну, всякую билиберду в соцсетях и так далее. Вместо того, чтобы ставить вопрос, как они понимают подлинные тексты. Потому что один из важнейших моментов результата образования в школе, что ребёнок начинает различать хрестоматию учебник и подлинные тексты, из которых что-то включено в хрестоматию. И может демонстрировать уровни понимания. Кстати, вот, например, диагностика уровня понимания вообще выдающаяся вещь, потому что она как раз даёт важнейший результат образования, поскольку она не повторяет просто те знания, те примеры, те решательные способы, которые ребёнок усваивает. С моей точки зрения вообще можно предложить некоторую целостную программу, которую можно начать прямо делать себя. Я также считаю, что один из вопросов развития университета – это в том числе университеты, где подготавливаются, в том числе, международные комплексные группы. Потому что нашу прорывную управленческую элиту надо учить работать в командах, но под наши, опять же, цели. И с этой точки зрения умение работать в этих командах – это важнейший момент. Мы же как бы в космосе сотрудничаем, но точно так же вопрос в развитии инфраструктур, в том числе нам придётся создавать совершенно другие финансовые показатели. И с моей точки зрения это важнейший вопрос, что из себя должен представлять русский университет следующего поколения, как он должен быть устроен, как он в себе должен снять, на мой взгляд, и физтех, и МТА, и что он должен из себя представлять, по сути. Страшные вещи, Юрий Вячеславович, произносит. Представляете? Вот тут человек пишет, извините, что я вас прервал, но я просто под впечатлением. Одновременно с тем, что вы сейчас обсуждали, вот пришёл вопрос такой. Ну так пригласите к себе министра образования на радио побеседовать. Приглашаем. Приглашали неоднократно. Приглашаю, пожалуйста, в телепрограмму мою. Приходите, поговорим. Ну я представляю себе постановку вопроса и ситуацию. Вот я так же вслед за вами спросил бы министра образования. У вас есть ответ на вопрос, что должен из себя представлять русский университет 21 века? Прекрасный вопрос, мне кажется. Давайте обсудим вот этот вопрос. Что должен русский университет 21 века из себя представлять? В принципе, тема разговора с министром. Приходите, давайте эту тему обсудим. Потому что я не хочу, честно вам скажу, я не хочу обсуждать, сколько вы там каких институтов закрыли, сколько открыли, и тему такую, что-то там в носу. Но если у вас нет ответа на вопрос, что из себя должен представлять русский университет 21 века, я не побоюсь сделать это заключение. Ничего с нашей системой образования сделано не будет. Поскольку у нас нет ответа на вот эти базовые, принципиальные вопросы. Вот так вот я отношусь к этой ситуации. Боюсь, что никто не придет, кстати, на разговор. В этом же и проблема. Это я отвечаю радиослушателю, который делает предложение пригласить министра. Приглашаем. Приходите, пожалуйста. Можно один вопрос задам, который буквально через сообщение повторяется от наших слушателей. Почему нельзя вернуть советскую систему? Люди до сих пор не понимают, почему ее нельзя вернуть. Это важный вопрос, кстати, Юр. Это замечательный момент, и он как раз является, на мой взгляд, на развал в системе образования. Ну, сначала такой, может быть, вопрос покажется несколько заумным и научным, ну, хотя бы потому, что вообще за это время произошло на самом деле развитие и продвижение во всем мире, в том числе в методах подготовки, обучения, диагностики, развития людей. Кстати, извини, прерывайте. Вот здесь просто для слушателей, чтобы вы понимали. Вы меня поправьте, потому что вы точно эту историю знаете. Постановка цели реформирования советской системы была в начале 80-х годов, в конце 70-х, в начале 80-х. Правда, не справились. Советская система, в том числе и образовательная, я не ошибаюсь? Нет, совершенно верно, да. Не справилась с задачей перепроектирования себя. Хотя очень многие в советской системе к началу 80-х годов уже понимали всю проблематику ее. Конечно. И что ее нужно было менять. Конечно, конечно. Поэтому есть просто еще планы, идущие из советской системы, как развить советскую систему. Для этого достаточно обратиться к Василию Васильевичу Давыдову. Ну, там работы Щедровицкого в этом же поле лежат, где, с моей точки зрения, мировыми экспертами это оценивалось как прорыв. Вообще в системах образования. Многое из этого, кстати, Запад взял и использует. А теперь второй момент. Общество изменилось. Нам нужна совершенно другая социализация. Нам нужны другие методы проектной работы в школе. Нам нужны, наконец, другие способы работы с самоопределением детей. И с их, тяжелое слово скажу, идентичностью. Да. Ну что, мы завершаем это обсуждение. Сирия Громыка. Большая, Юра, очень активность наших слушателей. Вот. Тема образования, безусловно, всех волнует. Вот. И мне кажется, что она действительно ключевая по отношению к постановке любых вопросов развития в нашей стране. Если мы не будем активно обсуждать образование, выявлять проблемы и, главное, проектировать. То есть, отвечать на вопрос, что мы все-таки конкретно хотим сделать. Вот. Абсолютно согласен. Спасибо. До встречи. Спасибо.